Доброго здоровья, уважаемые посетители канала, а мы с вами продолжаем борьбу с лишним весом. Долой лишний вес. Мексиканец Мануэль Урибы Гарза самый толстый человек в мире. Еще в прошлом году весил 560 кг. Более 20 лет мужчина страдал от ожирения и не мог передвигаться. Он перепробовал много диет, но безрезультатно. Кстати, есть просто-напросто такие заболевания, когда человек поправляется. Не обязательно, что он переедает. Допустим, есть случаи, как Монсеррат Кабалье. Она была стройная, красивая женщина, попала в аварию автомобильную, что-то там сдвинулось у нее и пошел вес расти. После того, как Мануэль выступил по телевидению с призывом о помощи, итальянские специалисты согласились сделать им операцию по удалению жира. Им предстояло создать особый операционный блок и хирургические инструменты большого размера. Причинами страшного ожирения мексиканца, по мнению экспертов, могла быть как психологическая травма, так и генетическая мутация, а возможно и их совокупность. Как я говорил, какой-то сбой возникает в организме. Например, взять Евгения Маргунова. Он был стройным, красивым парнем. А потом что-то с ним случилось, возник сахарный диабет и пошел вес. Или сначала вес, а потом сахарный диабет. Вот такие дела бывают совокупные. В Мануэле было прописаны специальные процедуры и диета. В результате разноплавного лечения пациент сбросил 200 килограммов, хотя он по-прежнему остается самым тучным человеком в мире. За что и был занесен в книгу рекордов Гиннеса. В будущем году он может попасть туда вторично за самый большой, когда-либо сброшенный вес. Если уж Мануэлю у Рибы фактически неподвижным это удалось, то что говорит о людях, которые могут двигаться. Важно поверить в то, что избавление от лишнего веса реально, а нормальные параметры достижимы. В первую очередь, опять-таки, это же не сразу, что, допустим, на меня только, опа, надели эти 200 килограмм. Сначала одевается 2 килограмма, потом 4, потом 20. И вот тут-то важно спохватиться вовремя, пока вес в разумных таких пределах. И с ним можно великолепно работать. А не то, что когда ты уже обездвижен и лежишь, а-а-а, вот-вот-вот, телевизор, помоги мне. Совет гостя. Отвар из семян льна. Галина Костюк начала стройнить следуя рекомендациям Малахова. То есть меня. Молодец. За первый же месяц женщина сбросила 5 килограммов, потом еще 2. Она стала деятельна, активна, отремонтировала квартиру, занялась спортом. Кстати, вот она какая, видите. Молодец. Ну и я тут молодец, видите, как-никак. Мои советы-то работают. Итак, что она пишет. В первое время ушла вода. Правильно. Осталось самое сложное, жир. Когда я ем салаты, например, овощные, я заправляю их обезжиренным йогуртом. Прекрасно. Чтобы они были вкусные, сочные и могли, так сказать, легко жеваться. Мясо предпочитаю рыбу. А для уменьшения аппетита рекомендую отвар из семян льна. Они продаются в любой аптеке. Полторы чайной ложки сырья. Ну, в смысле, семян льна. Залейте стаканом воды, поставьте кастрюльку на огонь и доведите до кипения. В течение 5 минут помешивайте отвар. Когда он приобретет консистенцию касселя, снимите, процедите, охладите. Принимайте по 1,4 стакана трижды в день за полчаса до еды. Этот кассель заполняет желудок. И есть не хочется. К тому же отвар способствует дроблению камней в желчном пузыре. Так сказать, одним выстрелом двух зайцев. Очень важно понимать, мы до этого как раз с вами разбирали, что желудок реагирует на заполнение. А раз мы его вот таким вот отваром семян льна заполнили, создали там некую тяжесть, он уже не так будет остро реагировать на то, чтобы что-то ему еще там съесть, туда положить. То есть очень прекрасная рекомендация. Великолепная. Плюс еще камни в почках. И в желчном пузыре дробятся. Потому что там как раз такие пигменты появляются во время вот этого там отваривания, которые как раз и проникают в разного рода камни, в сгустки в организме и способствуют их разрыванию. Это так делает, действует. То есть камни дробящие средства действуют таким вот образом. Так, а если прокалить семена на сковородке и положить в мешочек, то его можно прикладывать к больным местам и все пройдет. К больным местам прикладывать там, где у нас имеется внедрение биопатогенной энергии холода. Прикладывать лучше всего туда, где у нас имеется внедрение энергии холода. Вот она внедрилась и, грубо говоря, там остается. Естественно, за счет этого понижается температура окружающих тканей. Значит, процессы не такие идут, циркуляция замедляется. И начинаются вот, так сказать, в этом участке такие болезненные изменения. А как только мы прогрели, вернули все это, да, и все нормально заработало. Советы ведущих. Замена сладостей. Геннадий Петрович Малахов делится рецептом. Женщины любят сладкое. От этой тяги можно избавиться, употребляя продукты, которые помимо сахаров содержат свежие ферменты. Свежие ферменты. Ну и выразились они, свежие ферменты. Которые содержат активные ферменты. Будем так говорить. Ферменты подобны огню. Они начинают выжигать изнутри, благодаря чему весь уходит. То есть просто-напросто добавляем, когда в организм ферментов, то, естественно, они убыстряют все обменные процессы в нашем организме, в наших клетках. За счет этого то, что, допустим, не может докислиться, не может там, будем говорить, вообще кислиться, она как раз и перегорает, будем так говорить, языком таким простым. И все, его нету. Это очень такая мысль, мысль, так сказать, умная. Выжмите свекольный яблочный сок, 1 часть свеклы на 2-3 части яблок. Тут даже можно не 1 часть свеклы, а примерно 1 часть свеклы на 4-5 частей яблочного сока. Попробуйте сначала так, как я вам сказал. Красный цвет сам по себе усилит обменные процессы в организме. Свекла очистит печень и благотворно воздействует на пищеварительный тракт. Действительно, вот эти вот пигменты свеклы великолепно, значит, проходят по желчному пузырю, по печени, по кровяному руслу, по почкам также они проходят. Делают большую полезную работу для организма. Каленая крупа. Елена Проклова рекомендует. Мой разгрузочный день очень легкий, доступный, дешевый. Главное, что в течение этого дня не чувствуется голода. Я разогреваю сковородку без масла и кладу гречку. Главный секрет, я ее не мою. Прокаливаю крупу до такого состояния, что начинается эти легкий дымок и вкусный запах гречихи. Закипаю чайник, заливаю кипяток в термос, чтобы он согрелся. Потом выливаю воду, засыпаю гречку, запариваю ее кипятком и закрываю термос. Сосуд должен быть большой, чтобы туда вошел килограмм гречки. Ого! Этого количества мне хватает на весь день. За который я сбрасываю 2 килограмма. Иногда повторяю разрушку и на следующем. Также можно прокаливать любое зерно, овес или рис. Ну что, пусть это все останется на совести Леночки. Я ничего не могу сказать. Не сказать, что это плохо, не сказать, что это хорошо. Это все проверяется практикой. Кстати, а вот тут как раз и комментарий Геннадия Петровича Малахова. Прокаливание, как говорили древние врачи, облегчает зерно. И оно не дает тяжести в желудке, хорошо переваривается и нормально выходит. То есть я тогда поддержал. Видите, я уже подзабыл о том, что говорили древние врачи. Действительно, любой продукт, который у нас имеется, допустим, та же гречка, путем вот такой термической обработки мы можем изменить его свойства, характеристики. И он станет действовать по-другому. Советы гостя. Луна и солнечное масло. В лунном цикле существует 4 фазы по 7,5 дней. Начало каждого цикла новолунию. В первую неделю от новолуния в организме происходит возмущение. Ему не до еды. И человеку для насыщения требуется чуть меньше, чем обычно. Существуют отдельные дни в лунном календаре, когда энергия настолько мощная в пространстве, что вообще не хочется есть. Это 11 и 26 дни лунного цикла. В эти дни, как утверждают древние целители, люди голодали. И голодание проходило очень легко. Ну что сказать. Действительно, такие дни под названием Экадаши наблюдаются. Энергетика в них самая мощная. Естественно, эта энергетика передается на организм человека. Ее можно использовать. Даже вот так вот. Именно по лунному календарю строит свою жизнь телеведущая Аида Невская. Ну и правильно. Если вообще, вот мы с вами поговорили, немножко затронули, биоритмы. Если вы хотите вот такой вот жизни с учетом космических ритмов, которые дают нам энергию. Это, конечно, самое лучшее и самое эффективное, что может быть. Вы живете вот в соответствии. Вам дается энергия из космоса, вы ее используете, энергия уходит. И, грубо говоря, вы там день закончился, там засыпаете. Все это высшая математика здорового образа жизни. Кто ее придерживается, кто ее понимает. На сей день это самое точное и мудрое понимание, как мне жить. Это она говорит. После новолуния начинается новая жизнь, новый цикл. Луна копит. Ну я бы не сказал, что луна копит. Просто-напросто начинается новый цикл. Вот светила как раз и руководят жизненным циклом на планете Земля. Начинается прирост. Это значит, что вы создаете, начинаете новые дела. Например, планируете сбрасывать вес. Не нужно бороться с лишним весом. Нет никакой борьбы. Забудьте это слово. Все должно быть в радость. Правильно. Очень правильно подмечено. Все должно быть в радость. Без всякой борьбы, которая просто-напросто создает в нашем организме, сознании, стресс, напряжение. Слушайте свой организм. Нет неплохих, нехороших систем или диет. Есть то, что вам подходит, и то, что не подходит. Великолепно. Вы знаете, даже я так не сказал, как она сказала. Великолепно. Еще разок повторим. Нет неплохих, нехороших систем или диет. Есть то, что вам подходит, и то, что не подходит. Так вот, берите то, что вам подходит, от того, от чего вы чувствуете эффект. А все остальное пока не для вас. В моем рационе есть один продукт, который я могу потреблять и внутрь, и наружу в качестве косметического средства. Сливочное масло, лучше деревенское, положите в кастрюлю и растопите на медленном огне. Скоро пойдут пузырьки, появятся белые хлопья, пенку не снимайте. Затем процедите через марлю, сложенную в четыре слоя. Прилейте в баночку и поставьте на вечное хранение. У вас получится совершенное солнечное масло, которое можно намазывать на хлеб, добавлять в пищу и использовать как крем для рук и лица. То, что прошло через огонь, через тепловую обработку, уже несет в себе, хотим мы того или не хотим, энергию тепла. А эта энергия тепла позволяет поддерживать подобное тепло и в организме человека. То есть усиливаются пищеварительные процессы, иммунитет и вообще жизненные процессы в целом. Комментарии специалиста Ольга Ахмедова, врач-диетолог. Животные жиры непременно должны присутствовать в рационе. Топленое масло очень полезно, поскольку оно лучше усваивается. А видите, вот сказано усваивается, а за счет чего? Не сказано. А за счет того, что оно прошло, вот это вот как раз тепловую обработку, термическую. И энергия теплоты там имеется. Все нежелательные компоненты, которые нарушают пищеварение, нейтрализуются. Ну, я бы не сказал, какие-то там компоненты содержатся. Комментарии Геннадия Петровича Малахова. А то бишь мои. Ё-моё, я ж не зря говорю, что я светоч народной медицины и здорового образа жизни. Ну, посмотрите, ну, светоч, светоч, и все. Как не верти. Итак, что светоч говорит? Топленое масло должно использоваться для сброса веса. Перецепите масло, и перед тем, как отфильтровать его, добавьте половину чайной ложки молотого имбиря или корицы. Жучие свойства этих приправ перейдут в масло, и при употреблении его у человека ускорится обмен веществ, что особенно полезно в зимнее время. В зимнее время это будет, как бы сказать, вас разогревать. Особенно это хорошо подходит для лиц с ветреной конституцией. А так вообще усилят все обменные процессы, и, естественно, начнут пережигать жирок. Браво! Светочу браво! Похлопайте и скажите, браво, Светоч! Это именно так. Только Светоч это заметил. Да! Совет гостя. Это жидкая диета. Ага. Когда вес Анны Дмитраковой достиг 93 килограмма, она решила, что это предел. Правильно. Есть, вы знаете, вес растет, растет, растет. Почему, так сказать, люди не обращаются? А потом чувствуют, ну, дальше уже все. Либо ты лежишь, либо ты еще будешь двигаться. То есть, как вот этот мексиканец запустил себя, и чего? И лег. А кушать он не перестал. Но она решила, что это предел. Всю жизнь она была склонна к полноте. Наследственность. Мама весила до 150 килограммов. А вот наследственность, знаете, это может быть, помимо передачи этой самой индивидуальной конституции широкой кости, это может быть передача образа жизни, употребление тех продуктов, там, пышек, вот, мучного, сладенького, запивания всего-то, всей этой культуры, так сказать, семейной, внутрисемейной, которая была вокруг культа еды, все это передалось и детям. И в результате дети тоже похожи на родителей. Но это не значит, что, вот так сказать, генетически там она там, наследственность склонна. Значит, мама весила до 150 кг и постоянно боролась с лишним весом. Анна садилась на строгие диеты, пыталась голодать, пробовала различные режимы питания. Я в который раз говорю и подчеркиваю вам, вот это все ерунда, диеты, сели, встали, легли или еще там что-нибудь такое. Только внедрение вот этих всех практик, комфортное внедрение питания, двигательные нагрузки, вашу повседневную жизнь будет способствовать тому, что вы сбросите вес и после его будете удерживать без всяких, знаете, каких-то там насилий над собой. Это важно понимать. Все решается образом жизни. Итак, первое, я отбросил установку, что, значит, постройнеть нельзя. Если что-то не получается, значит, это не ваш метод. Ведь одних диет официально 2800. Ой-ой-ой-ой-ой. Я прочитал, что человеческий организм напоминает компьютер. Если задаешь ему какую-то программу, рано или поздно он ее выдаст. Я много читал о диетологии, изучал сайты. И вдруг у меня возникла в голове диета, на которой я продержалась 67 дней. Я вела дневник, фиксировала результаты. Вот это вот я продержала 67 дней, а потом после этой диеты, естественно, переходит на ту, что было раньше. И все может вернуться. Ну ладно, почитаю. Я вела дневник, фиксировала результаты. Очень хорошо вести дневник и фиксировать результаты. Общие. Итог 16 килограммов долой. В диете несколько ингредиентов. Все жидкое, ничего твердого. Самое твердое в ней это йогурт. Утро. Кофе со сливками. Можно даже до 22% жирности. 12 часов супчик жижа от обычного горохова или борща. День сок, например, томатный. 19 часов йогурт. После этого времени. Иначе даже яблоко может вырасти булочкой на боках. Когда мне надо сбросить вес, я подсаживаюсь на эту диету и уже третий год держу форму 60-63 килограмма. Вот в чем минус данной 67-дневной диеты, что вот тут и говорится. Когда мне надо сбросить вес, я подсаживаюсь на эту диету. То есть вес не удерживается на месте. Нету закрепления. И, кстати, вот эти все продукты, которые тут были перечислены. Знаете, если... Ну, да, если они так эпизодически, курсами применяются. Но они еще не окажут своего вредного влияния на организм. Потому что тут особо живого нету, какого-то разнообразия. Лучше всего раздельное питание. Чтоб в половине вашего приема пищи присутствовали овощи. Тушеные там или свежие, ну, в зависимости от сезона, фрукты. И дело очень хорошо пойдет. Вес вот будет такой, какой вам... Какой не будет вас тревожить. Вас вес. Так, комментарий специалиста. Георгий Якимовский, врач-диетолог. Посмотрите. Так, что тут нам дальше? В официальной диетологии жидкие рационы применяются, как правило, в каких-то острых ситуациях. Это вынужденная мера, например, послеоперационный период, когда человек не может потреблять нормальную пищу. С жидкой диеты применяются непродолжительный строк. Я бы посоветовал проговорить ваш рацион и с диетологом, и тщательно все проанализировать. Ну, врач-диетолог, ну, как же, ну, ничего от врача-диетолога ждать. Они вот так только и будут говорить вам. Советы специалистам. 30 минут ради легкого бытия. Фитнес-консультант журнала. Ну, так я скажу, тут я никак им не скажу. Худим правильно, Стелла Корпан. Вот вместо того, чтобы сказать, стройним правильно. Нет, вот это слово, оно тянет за собой все. Все по жизни, по здоровью, по судьбе, по детям и прочее, прочее, прочее. По деньгам. Но есть слова, которые, ну, не надо говорить. Зачем это все призывать? Вы, наоборот, вот сказали вот это слово на букву Х, и прислушаетесь к себе. Как вы, как ваш организм отреагирует. И скажите слово «я стройнею». Вот это «я», «ха», и почувствуйте, да, что реакцию вашего организма. И «я стройнею». Вот как только я стройнею, у меня организм расцветает, ну, расцветает. Он «уа-уа-уа-уа-уа». То есть со словом, со словом надо очень правильно работать. Слово – это наша, так сказать, связь со всем космосом, со всем Вселенной. И в зависимости от того, что мы с вами произносим, то мы с вами и получаем. А если мы разную не следим за речью, все что угодно там мелим, потом вот так вот и будет вокруг какая-то непонятка. Ничего хорошего. Итак, существует масса мифов по поводу сброса веса с помощью физкультуры, которую хотелось бы развеять. Спортом нужно заниматься в удовольствие. Всем надо заниматься в удовольствие. Значит, вот в удовольствие. Не хотите качаться в зале, танцуйте, идите на танец живота. Не нравится это – занимайтесь фламенко. Даже 30 минут ходьбы в день достаточно, чтобы сбросить вес. Ну, в целом, лично я вот сейчас только, я 40 минут применил. Но это не для сброса веса, а для того, чтобы задать организму ту нагрузку, рабочую нагрузку, которая поддерживает организм в здоровом, нормальном состоянии. Нехватка физической нагрузки не позволяет запускать циркуляционные процессы крови, а тем более лимфы. Не позволяет обменным процессом работать так, как надо. Не позволяет выделительным процессом работать так, как надо. Поэтому идет зашлаковка. Не позволяет получать вот тех стимбулов, чтобы у нас была свежая голова. Естественно, чтобы у нас держалась мышечная масса. Вот мы хотим красивые, чтобы тут у нас плечик, грудь там была, бивнереза, талия потоньше. А что мы для этого делаем? Да ничего мы для этого не делаем. И получается, как в космосе. Человек вроде атлет запустили, он здоров. И что? За месяц пребывания в космосе, из-за того, что нету нагрузки, мышцы распались, да и атрофировались. А если полетают побольше, вообще не могут встать после того, как приземлились. Даже 30 минут ходьбы в день достаточно, чтобы постойнить. Даже не каждый день, можно через день ходить. А я бы сказал, все-таки, знаете, через день это мало. Каждый день. С правильной осанкой, открытыми легкими шагами. Правильно дышать. Этого уже достаточно. Кстати, мы с вами до этого немножечко говорили о дыхании бутейка. И что тренировки по методу бутейка в основном эффективны тогда, когда они делаются в движении, в ходьбе. То есть человек немножечко притормаживает свое дыхание, притормаживает свой вдох. За счет этого он чувствует, что у него потеплели щеки. Начинается испарина. Организм прогрелся. Ручки, ножки не мерзнут. Вот это уже то, что надо. Это же говорит о том, что у вас на внутриклеточном уровне заработали все ферментные системы. Отлично. И обмен веществ великолепен. Поэтому ничего не обрастает жиром. Есть еще один миф. Чем больше я потею, тем больше я сбрасываю вес. Почти нет. С потом выходит жидкость. Попили после тренировки. И все вернули. Не надо брать лишний вес на абордаж. Давайте стройнеть систематически, с удовольствием и наслаждением. Ну вот, когда вы будете придерживаться нормального образа жизни, как мы с вами говорим, раздельного питания, правильного движения, то этого будет достаточно для того, чтобы вы вообще не задумывались над весом. Вот я вроде сижу, и я, может, вам кажусь толстеньким, но прослоечка жира вот у меня, да она нормальна. Для человека с моей конституцией, с моим возрастом, нормально, знаете, ничего там такого нету, чтобы существенно. Вот так исследуя себя, беспристрастно анализируя свой образ жизни, сколько вы седаете, как вы там движетесь, для чего вы движетесь. Вы просто будете жить здоровой жизнью, не задумываясь там, большой вы там, маленький, толстый там, или имеете недостаток веса. У вас все будет нормально. Главное, чтобы вы были довольны собой. Ну, на этой ноте и закончим. Знаете, я вот это все читаю. Остался еще один у нас цикл разбора этой брошюрки. Хорошие, хорошие, значит, такие разноплановые там советы. Главное, опыт людей, что многое, так сказать, позволяет на эту тему структурировать в своем собственном сознании. И невольно что-то откладывается и для себя любимого. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.